Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаева, Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В нашей республике приняли участие 249 тысяч 13 человек, что составляет 84,22 от численности людей, внесенных в список голосующих. Поправки поддержали 84,80 голосующих, а это 211 163 человека. Против поправок проголосовало 37 367 человек, что составляет 15,01%. Лариса Базалиева отметила, что 1 июля была еще одна важная дата. В 2012 году указом главы республики был учрежден праздник – День работников избирательной системы Карачаева-Черкесии. И 2500 членов комиссии всех уровней отметили свой профессиональный праздник на рабочем месте. Вчера был такой праздник два в одном. У нас был день голосования и день избирательной системы. На участках присутствовало 1250 наблюдателей, делегированных Общественной палатой Карачаева-Черкесии. Это представители 30 политических партий и общественных организаций, которые следили за ходом голосования на протяжении 7 дней. Это люди самых разных политических взглядов, это люди, представляющие самые разные слои общества. И огромное спасибо этому наблюдательскому корпусу, который все 7 дней был рядом с членами участковых комиссий, вместе с ними выходил на придомовые территории, выезжал в труднодоступные территории, вместе с ними был на участках, все это время вместе с ними были сотрудники правоохранительных органов. На 52 участках Черкеска с 25 июня по 1 июля применялось видеонаблюдение. Жалоб ни в избирательную комиссию республики, ни в территориальные комиссии, ни в участковые комиссии не поступало. По нашей информации нет жалоб и в правоохранительных структурах, в органах прокуратуры, жалоб тоже нет. И, пожалуй, для любого председателя избирательной комиссии субъекта это один из главных индикаторов. Кроме этого, 44 КАИБа были на участках. На всех остальных участках для обеспечения легитимности и прозрачности голосования применялась технология составления протоколов голосования с машиночитаемым кодом. В результате ускоренного ввода итоговых протоколов уже к 2 часам ночи было введено 95% всех данных. Когда протоколы очень быстро вводятся в систему газвыборы, то это дополнительная гарантия того, что они не подвергались никаким изменениям. Вот таким образом сегодня утром избирательная комиссия Карачаево-Черкесской республики своим постановлением утвердила итоги общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию. И сегодня уже после этого мы можем говорить, что голосование на территории Карачаево-Черкесской республики состоялось. Альбина Ламкова, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия. В Карачаево-Черкесии работало 249 избирательных участков. И по мнению экспертов, голосование прошло на высоком уровне и с соблюдением всех мер безопасности. Выборы проходили в беспрецедентных условиях. Такое впервые было в истории, что в течение 7 дней явка была высокая. Это мы все видели, отмечали. Ну и результаты выборов по предварительным данным нашего избиркома. 83% населения приняло участие. Ну и также более 70% высказались за необходимость внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. Выборы прошли при соблюдении всех мер безопасности. Люди были снабжены индивидуальными средствами защиты, масками, перчатками, ручкой. Они проголосовали по одному, соблюдался режим дистанции. Поэтому выборы прошли, я считаю, на очень высоком уровне. Как было отмечено, в ходе общероссийского голосования на всех избирательных участках республики были наблюдатели от общественной палаты. Сегодня они подвели итоги работы. Общественная палата принимала участие, вернее, организовывала работу наблюдателей на проходившем голосовании всероссийском по изменениям в Конституцию. Наши наблюдатели были представлены на всех 249 участках. В целом голосования прошли без нарушений. Жалоб со стороны голосовавших не поступало в общественную палату. Рекомендации, которые были разработаны специально под эти голосования Роспотребнадзором Российской Федерации, были соблюдены абсолютно на всех избирательных участках. Это и социальное дистанцирование, это и обеспечение голосующих средствами индивидуальной защиты. Сами себя они называют героями перемен, проявляют активную гражданскую позицию и призывают следовать их примеру. Волонтеры Конституции Карачаево-Черкесии подвели итоги информационной кампании, в ходе которой они рассказывали жителям республики о сути поправок. Последний рабочий день добровольцев застала и Фатима Даурова. Две недели активисты Всероссийского общественного корпуса волонтеры Конституции занимались разъяснительной работой. За это время в штаб поступило более 30 тысяч звонков от граждан республики, в ходе которых они получили пояснение о сути предлагаемых поправок в основной закон страны, уточнение о времени и местах голосования, а также возможности сделать свой выбор на дому. По республике у нас насчитывается более 600 человек-волонтеров, которые занимались так или иначе информационным освещением поправок, вносимых в Конституцию Российской Федерации. В течение двух недель наша команда работала как одна большая семья, и каждый день мы выходили на смену, работали посменно. То есть на каждой точке находилось три волонтера, которые работали с нашими гражданами, которые интересовались насчет вносимых поправок. Всего в столице республики расположились 10 точек, где активисты движения раздавали информационные материалы и отвечали на поступающие вопросы. Такие же пункты были организованы и в муниципальных районах Карачаева Черкесии. Перед тем, как стать волонтером Конституции, молодые люди прошли серьезный отбор. Наша команда набиралась через портал Добро.РФ. Там наши волонтеры проходили обучение по поправкам, предложенных на внесение в Конституцию Российской Федерации. И по отбору, то есть эксперты Центра молодежи Российской Федерации отбирали наших волонтеров. То есть по прохождению этих тестов они получали сертификат и после этого приступали к работе. Стать волонтером – это осознанный выбор молодых людей. Во время своей добровольной работы им приходится выслушивать разные мнения. Однако они понимают, что их главная задача – помочь людям разобраться в поправках в основной закон страны. Люди сами самостоятельно проявляли свою гражданскую позицию. Поступало много звонков на нашу горячую линию. Все полученные данные мы отправляли на все территориальные участки, где они обрабатывались в тот же день. Подходят, мы их информируем, ни в коем случае не агитируем. Рассказываем о том, что сегодня проходит голосование и рассказываем, какие поправки. А какая поправка тебе больше всего понравилась самой? За добровольцев и волонтеров. Своё решение они уже приняли. Катима Дорова, Руслан Харченко, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня глава республики Рашид Тимрезов поблагодарил за активность и гражданскую позицию, которую жители Карачаево-Черкесии проявили вне голосования. Спасибо каждому, кто пришел на избирательные участки, кто, понимая важность вносимых поправок, отдал свои голоса в их поддержку. А значит, за социальные гарантии в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, пенсионного обеспечения. Также Рашид Тимрезов поблагодарил тех, кто трудился в избирательных комиссиях, всех волонтеров, сотрудников правоохранительных органов, наблюдателей, кто обеспечивал организацию процесса голосования, следил за выполнением санитарно-эпидемиологических требований на участках. Мы стали участниками важнейшего события в современной истории страны, потому что основной закон государства сформирован с учетом мнения миллионов россиян. В том числе и жителей Карачаево-Черкесии отметил руководитель региона. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременные дождь и гроза, ветер восточный 6-11 метров в секунду, температура ночи плюс 12-17, днем 29-34, выше нуля. В северных районах местами высокая пожароопасность. В горах ночью до плюс 11, а днем до плюс 26. В Черкесии без существенных осадков, температура ночью 15-17, днем 32-34 градусов тепла. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, одеяло, диван-деки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%, от 150 тысяч скидка 7,5%. Черкеска, улица Октябрьская, 321-Б, телефон 8-938-030-3050. Инстаграмм «Жасмин Элит Текстиль 09». Продолжаем выпуск и вести из оперативного штаба Крачаева-Черкесии. На сегодня в Крачаево-Черкесии выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 3668. Из них выздоровели 1597 человек. Госпитализировано 470. Новый комплект средств индивидуальной защиты для медицинского персонала доставили врачам активисты ОНФ республики. Благотворительная помощь к COVID-госпиталю осуществлялась в рамках общероссийской акции «Мы вместе». Подробности у Алии Баташева. Только такой костюм обеспечивает надежную защиту от заражения новой коронавирусной инфекцией. На территории COVID-госпиталя на базе противотуберкулезного диспансера Черкеска не встретишь людей без защитных масок. Они необходимы и врачам, и техническому персоналу, и посетителям. Костюмы и очки, респираторы, перчатки и маски на сумму порядка полумиллиона рублей доставили в лечебное учреждение активисты ОНФ. Рады всяческой помощи, в том числе такими средствами защиты, какие вы сейчас нам предоставляете. Мы будем уверены, что наши сотрудники будут защищены, останутся здоровы. И огромное-огромное спасибо тем организациям, которые вот так нас понимают, поддерживают. Мир не без добрых людей. СИЗы привезли достаточно хорошего качества. Сейчас вот проверили с медиками вместе, посмотрели. Они им действительно помогут, особенно с учетом этой жары и тяжелых условий, в которых им приходится работать в красной зоне. До этого мы отвозили СИЗы уже, вы знаете, в Зеленчукскую ЦРБ, Адагихабльскую ЦРБ, Возжгутинскую ЦРБ. Региональное отделение ОНФ надеется, что благодаря всем неравнодушным физическим и юридическим лицам акция «Мы вместе» будет продолжена и поможет врачам эффективнее противостоять новой коронавирусной инфекции. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Березка». Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова